Всем привет, с вами Маркус Ван Халла из группы Insomnium, Omnium Gatrum, и это интервью для журнала Metal Injection. Итак, что это за машина? Это прекрасный Chevrolet Monte Carlo Super Sport 1987 модельного года выпуска. В чем ее особенность? В первую очередь тем, что это машина Алекси Лайха. А сама модель известна участием в гонках в Носкар, кажется, в трех чемпионатах. Так что, с одной стороны, это как бы спортивная машина, но в то же время и не спортивная. Весьма забавная машина. Этим она мне не нравится. Она может ассоциироваться у вас как с уличным наркоторговцем, так и с чем-то милым и приятным. Подобная машина была у Джесси в сериале «Во все тяжкие». У Монте-Карло очень популярная машина в настоящее время. Она пользуется спросом в Штатах у любителей старых авто. Есть ли у машины прозвище или имя? Когда ею владела Алексией, он называл ее «Снежинкой», потому что она белая. Иногда я тоже ее называю «Снежинкой». Иногда зову Алексией. Бывает, называю просто «Монти», потому что модель называется Монте-Карло. И созвучно также с комедийным проектом «Монти Пайтон». В клипе «Парагон» были твои машины? В клипе снимала с мастерика американских авто. Там снимался мой зеленый «Шевроле Корветт», тоже с 80-х. На момент съемок клипа белый «Шевроле» был в процессе ремонта. Каким образом белый «Монте-Карло» появился у тебя? Он появился у меня примерно полтора года назад. К сожалению, два года назад умер Алексий. Наш менеджер, Хетта Хутенен, была в очень хороших и дружеских отношениях с сестрой Алексией, Анной. Они с Анной и решили, что эта машина должна достаться мне. Это стало неожиданностью для меня. Они знали, что этой машине нужен новый дом. А новый владелец должен также любить машины и гитары, как и Алексий. И быть при этом не новым сумасшедшим, чтобы заниматься подобными вещами. Кому это еще досталась машина из гаража Алексия? Наш менеджер, Хетта, владеет одним из классических авто Алексии. Додж Монако 1974 года. Эта машина использовалась в промо для альбома «I Worship Chaos». Это единственный случай, который я знаю насчет нашей. У Алексии было много американских авто. Когда я был у него в гостях и заходил в гараж, в котором он очень любил проводить свое время, я видел там примерно еще четыре автомобиля. Я купил Монте-Карло, а остальные, наверное, выставлены где-то на продажу. Расскажи про вашу дружбу с Алексией. Мы были с ним приятели, не сказать, что мы были очень близкими друзьями, но мы часто вместе гастролировали по Европе и выступали на одной сцене. К тому же, каждый в Финляндии знает друг друга по музыкальной метал-сцене. Мы часто пересекались то тут, то там, состояли в общих группах, чатах по интересам. В частности, по американским ретро-автомобилям. Мы общались по общим интересам с Алексией. Насчет гитар, машин, по хорошей музыке в 70-х. В чем главное влияние Алексии? Безусловно, в тех дни, когда группа Children of Bodom появилась в 90-х, она оказала огромное влияние на каждого гитариста в Финляндии. Потому что Алексий был тем парнем, который вернул образ гитарного героя в экстремальный металл. В 90-х было мало гитарных соло в метал-музыке, после всей этой темы с гранжем и индастриалом. А Алексий возродил образ классического гитарного героя из 80-х, вернул обувь в металл и оставил после себя значительное музыкальное наследие. Расскажи про ремонт машины Монте-Карло. В начале, примерно год она стояла у меня в гараже, пока ее чинили. Потому что, сказать честно, Алексий не щадил машину в течение сезона. За три месяца ей прилично доставалось. Он жил ярко, и машина жила на полную вместе с ним. Так что, много пришлось править. Тем более, что незадолго до смерти Алексий попал в аварию на ней. Пришлось проводить кузовные работы, карбюратор менять, прочие сопутствующие вещи править. К тому же, у нее были некоторые проблемы с топливной выхлопной системой. При нажатии педали газа топливная смесь попадала в выхлопную систему, и из глушителя мог произвольно идти огонь. Она была совсем не экологичной машиной. Но сейчас все исправлено, восстановлено. Расход топлива стал более-менее эффективным, всего лишь 20 литров на 100 километров. Но я очень люблю эту машину. Она такая необычная и странная. В этом ее прелесть. Расскажи про другие свои машины. На текущий момент у меня есть две Chevrolet. Монте-Карло и зеленый Corvette 88-го года. Две мои самые любимые машины. Но у меня еще есть скучная Honda, на которую я езжу зимой. К сожалению, все старые американские масклокары, они летние, сезонные машины. А у нас в Финляндии есть такая вещь, как зима. Я пробовал пару раз кататься зимой, и это не самое хорошее решение. Одну из своих американских машин я все-таки разбил в земный период. Чем тебя так привлекают классические авто? Всем. Я люблю запах бензина, я люблю быстро ездить, люблю скорость, люблю звук мощных моторов. Это все ассоциируется с 80-ми. Делают меня счастливым и дают некую иллюзию свободы. Особенно часть куда-либо прекрасным летним вечером. Мне нравится это чувство, я счастлив в эти моменты. Машины – это способ отвлечься от музыки, или эти увлечения идут рука об руку? Это взаимосвязано. Машины – определенно та самая вещь, которой я рад заниматься, помимо музыки. Мне постоянно хочется уделять время и тому, и другому увлечению. Это два разных мира. Я рад просто кататься в свободное время, или быть в дороге и на гастролях. Я счастлив заниматься тем и другим. Ковыряться и ремонтировать машины, получать удовольствие от вождения. Радоваться звуку мотора, дороги. Это как терапия своего рода. Какую музыку тебе нравится слушать в дороге? Определенно, Turbo Lover группой Judas Priest, потому что ритм песни прекрасно сочетается с работой двигателя V8. Это была первая песня, которую я послушал на своем корвете, когда купил его. Она звучала в идеальной синхронности с моим двигателем. Все автомобили из 80-х, они всегда связаны с музыкой 80-х. Я люблю слушать саундтреки к полиции Майами, Янхаймер, Крокет Стима. Ретро-вэйв группы The Midnight, это современная группа, играющая в стиле 80-х. Я люблю все это. Это как погрузиться в капсулу времени, включить музыку 80-х и умчаться в закат. Ретро-вэйв группы The Midnight. Редактор субтитров А.Семкин